Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN и как все вы знаете у нас в игре появилась новая средняя машина коллекционная на 9 уровне, Chair Futur 4, на которую сегодня сделаем абсолютно честный обзор. Сразу скажу свое мнение, пока машина была у меня на тесте, пока я имел ее возможность покатать до того, как она официально выйдет в игре, машина меня прям пленила. И меня радует то, что разработчики не вносили каких-то существенных изменений в машину и она осталась практически такой, как я ее помню во время того, когда я ее играл. Короче говоря, ребят, машина очень приятная, очень классная, имеет огромное количество плюсов, но в то же время и не без минусов. Давайте сразу мы обсудим по плюсам. По плюсам здесь очень классно, очень бодро. Здесь у нас есть шикарное время перезарядки в 6,5 секунд, это с учетом оборудования и амуниции. И с учетом довольно-таки хорошей альфы в 340 единиц, суммарный ДПМ получается в 3100, один из лучших ДПМов на уровне. Что касается времени сведения разброса, все покажу во время боя, но от себя добавлю, что играется очень комфортно и очень приятно. Пробитие 244 больше, чем достаточно, ну а если вдруг чего, можно закинуть кумулятив с пробитием 290 и, правда, потеряете на 50 альфы, но все же, ребят, оно того стоит, лучше хоть какой-то урон нанести, чем вообще ничего. Но на базовых снарядах в целом играется комфортно. Да и плюс к тому, с учетом того, что брони у машины практически нет, играть эту машину необходимо в движении, а значит находить какие-то слабые зоны не со лба врага, а где-нибудь по бортам, а лучше вообще из кормы. Из минусов, как я уже сказал, не сильно хорошая броня и угол склонения орудия вниз минус 7, который не всегда приятно отыгрывается на неровностях. Вернемся к броне. По броне здесь хвастаться особо нечем. Здесь есть очень хорошая приведенка в верхнем бронелисте, но, ребят, согласитесь, никто не будет сюда выцеливать тогда, когда спереди есть огромный передний бронелист, нижний бронелист, куда залетает абсолютно все. Отыгрывать на данной машине необходимо грамотно, и этому способствует правильно расположенное орудие, точнее не так, комфортно расположенное орудие. Если вы возьмете другие машины, ну, допустим, на том же девятом уровне, то вы обратите внимание, что все они имеют орудие, которое расположено в центре башни, если сделать вот такой вот горизонтальный срез. То же самое касается АМХ от 30-го, и здесь есть куда выцеливать, даже если вы где-нибудь от неровности играете. А вот что касается футура, то здесь все очень классно. Орудие расположено в самой верхней точке, как бы показать получше, ну, вот так вот, да? И когда вы прячете за каким-то укрытием все, что находится ниже вашего орудия, то выше вашего орудия просто нет ни одной нормальной серой зоны, в которую могут спокойно выцелить вашу машину. И это действительно очень приятно. Но, опять-таки, играть надо осторожно, и, как я уже сказал, машина броней не хвастается, а значит, необходимо играть от движения и ни в коем случае не пытаться стоять где-нибудь на одном месте просто так. Сравнение с машинами, которые есть на уровне, показывает, что данная тачка имеет одно из лучших, одно из лучших орудий по ДПМу. Да, безусловно, есть Леопард и есть М48 Паттон, но М48 Паттон история немножко другая, здесь пробитие существенно ниже. Ну, а что касается Леопарда, то его ДПМ попробую еще реализовать. Машина на сегодняшний день крайне сложно играется на своем уровне. Ее расшибают прям все, кому не лень, да и особо не побегаешь на ней, несмотря на то, что 65 километров против 60 у Футура играется приблизительно одинаково. Я особой разницы не почувствовал. Что касается ребят пробития. Пробитие одно из лучших на уровне. Да, есть трое ребят, которые лучше по пробитию, но один из них все-таки лучше всего лишь на одну единицу. Согласитесь, можно в учет даже и не брать. Эти же двое товарищей, да, пробитие имеют выше, но при этом все сложно реализовать эти тачки. А что касается нашего парня, то все-таки он немножко попроще в игре. Что касается сведения. Гораздо лучше, чем у всех остальных на уровне, если не брать в учет ВЗ-120. Ну, по скорости машины могу сказать от себя, что играется комфортно, один из лучших показателей на уровне и действительно ощущается подвижность и комфортность игры. Других данных по машине нет, в том числе и по доходности, поэтому не буду рассказывать какой-нибудь от себя, чины дождусь момента, когда появится официальная информация в отношении доходности данной тачки. Но в целом я доходностью был доволен, по крайней мере в минусе я не находился. Вот такой вот он, чей футур, сравнивая с другими тачками на уровне, и я думаю, что есть самое-самое важное у нас сейчас, это просто взять машину и поехать на ней в первый попавшийся бой. Дожидаемся входа в бой и там будем все обсуждать. Ну что, друзья мои, поехали, попытаемся затестить. Как я вам говорю, данная машина мне очень сильно напоминает ПТ-ху. Ну, во-первых, расположением башни, во-вторых, формой корпуса, во-вторых, самой формой башни, в-третьих, точностью орудия. Да, Альфой, безусловно, не похожа на ПТ-хи. ПТ-хи, как правило, гораздо больше забрасывают, чем этот малыш, но играется на нем действительно как на какой-нибудь годной ПТ. Что касается подвижности, как вы видите, кататься по карте можно абсолютно спокойно, перемещаться в любые зоны. Вы вполне поворотливая машина в бою, вы можете поменять направление своего движения в любой момент, как только вам заблагорассудилось. Короче говоря, в отношении передвижения по карте один постоянный сущий комфорт. Что касается точности орудия, сейчас попытаемся найти какую-нибудь такую игровую позицию, в которой сможем эту точность заценить, время сведения и точность по орудию. Ну, вот вам точность. Шикарно бьет, практически без промаха. Что касается времени перезарядки, то очень бодро, очень классно. Я, короче говоря, орудием был доволен тогда, когда машинку мне дали на покататься. Ну и сейчас продолжаю радоваться этой тачке. Что касается минусов. Как я говорил, броня далеко не наш козырь и, соответственно, об этом необходимо помнить постоянно. На рикошеты вы можете рассчитывать исключительно в виде подкрутки от игры, чтобы вам не было совсем грустно. Ну, вот как, допустим, сейчас это было, да, то есть удивительный такой рикошет, хотя мне прилетело в борт башни и там особо похвастаться, поверьте мне, нечем. Меняем свое местоположение, сваливаем, пытаемся переместиться в другую игровую позицию, попытаемся немножко подразнить Т-55. Вот он к нам приезжает и теперь давайте по нему поотрабатываем с помощью великолепного времени перезарядки, с помощью подвижности, с помощью точности, ну и, соответственно, уронности данного орудия. Надеюсь, сейчас вдруг его не подъедет на тяжелом танке, потому что с ним мне будет прям совсем туго бороться. Подъехал таки. Ну, не удивлен, я бы тоже, честно говоря, подкатился поддержать своего союзника, если бы у него была вот такая вот беда в игре, не успела его добрать, все-таки барабан, барабан Сомуа делает свое дело. Но, так или иначе, как-никак, а тачку заценили, подвижность заценили, в отношении брони, как вы видите, хвастаться нечем, хотя несколько рандомных рикошетов было, и это действительно не может не радовать. Ну, а что касается количества нанесенного урона за бой, то сейчас досмотрим данную катку и обязательно посмотрим на результаты. Мне почему-то кажется, что там будет не все так кисло, как кажется на первый взгляд. Итак, друзья мои, вот результаты боя. 2445 единиц урона, практически не потея, не страдая на абсолютной легкости. Один уничтоженный соперник, фарм, как вы видите, в минус меня не завел, несмотря на то, что это был проигрыш. Ну и что касается результативности по команде, то обратите внимание, мы занимаем гордое первое место. Я очень хочу похвалить нашего АМХ за то, что он не сдался в конце и продолжал бороться до последнего. Он действительно достоин уважения. Ну и обязательно похвалить тех ребят из команды соперников, которые дали наилучшие результаты. Т-55А, который пытался меня разобрать и, в принципе, если бы не Сомуа, у него бы это не получилось. Ну и обязательно Сомуа, который сделал целых три фрага за бой, пускай и не сделав больших результатов по урону. Короче говоря, все молодцы, всех уважаю, всех люблю. Ну, берем машину и закатываемся в следующую катку. Сейчас зайдем в бой и попытаемся отыграть машинку немножечко по-другому. Попытаюсь как-то более осторожно сыграть, хотя не знаю, получится это или нет. Я пробовал разные варианты игры на данной машине и в зависимости от карты машина играется абсолютно по-разному. На какой-то карте гораздо удобнее и в зависимости от разъезда ваших союзников и соперников играть в стиле стандартной ПТ. Ну, в общем, где-нибудь становиться вдалеке и отрабатывать благодаря крайне приятному времени перезарядки и точному орудию. На некоторых картах все-таки необходимо постоянно находиться в движении, постоянно пытаться найти какие-то серые зоны у соперников и заезжать туда, где тебя не ожидают увидеть. Короче говоря, от боя к бою машина играется по-разному. Я не говорю о результатах боя, я говорю о том, что вы должны применять на данной машине будете, если станете владельцем данной тачки, должны будете применять разные стили игры. С другой стороны, для скептиков, которые скажут, что это дискомфортно, в отношении дискомфорта я с вами соглашусь, а в отношении фана я здесь абсолютно не согласен. Мне как раз и понравилась данная машина тем, что ее можно использовать по-разному. И это не может не радовать, потому что если ты играешь от боя к бою в одном и том же стиле постоянно, это становится скучным, становится неинтересным, ну и, соответственно, рано или поздно начинает надоедать. А вот когда машина, сейчас секундочку, когда машина позволяет использовать ее в разном стиле игры, когда машина позволяет вести себя в боях абсолютно с разным предназначением, где-то отыгрывать как ПТ, где-то отыгрывать благодаря подвижности как светляк, где-то отыгрывать как стандартная СТ-шка, вот тогда действительно от боя к бою что-то новенькое появляется и становится более интересно, более азартно. Ну что, попытаемся помочь нашему АМХу, я надеюсь, что сейчас, блин, ну почему же я постоянно, как только я говорю, что я надеюсь, что сейчас что-то произойдет, происходит абсолютно что-то другое, то что меня абсолютно не радует, как правило. Уходим, уходим от этого товарища, нам с ним делать абсолютно рядом нечего. Опять-таки, еще один позитив данной тачки, вы всегда можете свилять куда-нибудь абсолютно быстро и максимально незаметно. Точно так же сдать назад, дать урон и опять уехать. Ну, с уроном сейчас немножко не получилось, но в целом машинка своей подвижностью продолжает радовать от боя к бою постоянно. Ношусь как угорелый, результативности маловато и мне почему-то кажется, что нам надо будет сделать еще один бой. Ну, просто потому что данный был абсолютно непоказательный. Я заехал, попал в замес, в котором не хотел участвовать, попытался свилять и походу сразу отхватил несколько тычек. Но согласитесь, такие бои тоже необходимо смотреть для того, чтобы понимать, чего действительно стоит машина в разных игровых ситуациях. Смотрим на результаты, здесь явно похвастаться нечем будет, я особо не настреливал, именно благодаря тому, что вонзился туда, где мне совсем было не место и там, где мне совсем не были рады. Всего лишь 600 единиц урона, я думаю, что дальнейшие результаты смотреть толку абсолютно нет, поэтому заходим просто в третью катку, ну и которой попытаемся плюс-минус подвести черту под Шеер Футур 4 в отношении того, годна эта тачка или нет. Ну что ж, друзья, со своих обзоров, как я всегда говорю и всегда держу свое слово, я никогда ничего не вырезаю. Я хочу, чтобы вы видели о машинах исключительно правду, и даже если вдруг я попал в какой-нибудь бой, в котором я слился, ну, сразу признаю факт того, что я не киберспортсмен, я не мега-статист. Короче говоря, играю как преобладающее большинство игроков. Да, порой допускаю какие-то ошибки, да, порой где-нибудь отхватываю и быстро отправляюсь в ангар, но и у вас такие игровые ситуации имеют место быть, ну а, значит, вы, в принципе, можете к моим сливам относиться тоже с каким-то плюс-минус пониманием. Ну что, поехали вместе с Фачом. АТ-15 засветилась, плюс там еще есть у нас Шкода. А, это Скорб. Ну, как вы видите, на дальних расстояниях точность по орудию очень классная, и, вот, действительно, если есть необходимость поп и тэшить, то данная тачка вполне спокойно справляется с этой задачей, для нее она не является сложной. Фач, если ты сейчас сольешься и оставишь меня здесь одного, я очень сильно расстроюсь и буду вынужден опять вилять куда-то пятками для того, чтобы не отхватывать погрызлу. Поэтому, друг ты мой любезный, ты уж как-то продержись, может, там спрячься немного, я не знаю, пока засвет не дадут. Ну, и что? Ладно, я так понимаю, что стоит сменить все-таки направление, на котором будем находиться. Астрон Рекс пасется. Ну, здравствуй. Так, времечко перезарядки. Неужели на последней секунде, как обычно, терпеть не могу вот такую вот ситуацию, когда тебе не хватает какой-то доли секунды? Ребят, пишите в комментариях, насколько такая заподлянка часто происходит с вами. Потому что со мной такая заподлянка происходит практически постоянно. Вот реально, в самый последний, в самый неподходящий момент соперник уезжает куда-нибудь там за какое-то укрытие. И, соответственно, я начинаю сосать лапу вместо того, чтобы кинуть ему урона или вообще отправить его отдыхать. Так, ладно, бок с ней, с точкой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Жаль, не я добрал, хотя шансы были. Точку захватил, работу сделал, на другой фланг перебросился абсолютно спокойно. Вообще, даже не задумываясь о том, будет ли это для меня сложной задачей, просто переехал на всех парах. Это, ну, прям постоянно меня радует, то, что на этой тачке можно передвигаться по карте. Терпеть не могу средние танки, на которых не получается сменить место твоего нахождения. Потому что ты либо не успеешь с места стартануть, либо не успеешь перекатиться через какую-то пустую зону на карте, где нет каких-то прикрытий. Ну, короче говоря, в отношении многих вещей данная машина однозначно вас порадует. Я лично, несмотря на то, что, и многие мои зрители это подтвердят в комментариях, в случае необходимости, не очень люблю девятый уровень. Я считаю, что этот уровень практически мертвый, потому что он находится между играбельным восьмым и максимальным десятым. И девятки, как правило, популярностью особой не пользуются. Но все же и на этом уровне тоже есть годные интересные машины, которые могут тебя повеселить. Данная тачка меня радует. Причем, даже если вдруг я сливаюсь на этой машине, то это не наносит мне прям каких-то несгладимых моральных трат. И я, в принципе, спокойно к этому отношусь, потому что знаю, что впереди еще есть огромное количество боев, в которых я действительно смогу повеселиться и порадоваться жизни. Да, пускай не самый лучший результат в этом бою по нанесенному урону, но, ребят, мы смогли с вами заценить все необходимое. Это первое. Ну, а второе, я все равно получил массу удовольствия. Поскольку я не являюсь статистом, меня не интересует абсолютно средний настрел на каждой машине, и у меня нет маниакального желания придерживаться каких-то конкретных показателей, Я, в целом, считаю, что машина играется довольно неплохо, доставляет удовольствие, а для меня это самое главное, чего и вам желаю. Выбивать ли его себе из контейнера, покупать ли его себе в случае необходимости, здесь решать уже вам, точнее, необходимости, а возможности, когда он попадет на продажу. Мое дело показать машину такой, какая она есть, а эта тачка действительно стоит вашего внимания. На данный момент у меня все. Спасибо вам большое за просмотр. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствие. Пока-пока.